Деревня Елизаветовка Становлянского района находится в 30 километрах от райцентра. Здесь около сотни жителей. Красивая природа, интересный ландшафт, много прудов. И вечная деревенская беда – бездорожье. Подобие асфальта только на центральной улице и лишь до автобусной остановки. Дальше сплошно чернозём. Помимо дорог, жители Елизаветовки лишены и других благ цивилизации. Не пройдёшь и не проедешь. Когда грязь распутится, нам вообще безвыходная, плачевная ситуация. И сейчас отключили свет, вечером наступает тьма. Мы погружаемся во тьму. Ни аптек у нас тут нету, скорую мы не дождёмся. А если к нам, вот у нас маленькие дети, мы живём на той улице, если к нам приедет скорая, она не проедет просто-напросто. Неоднократное обращение в местную администрацию ничего не дали. Там ссылается на нехватку средств. Поэтому селяне направили своего делегата на приём к спикеру облсовета. Анастасия Толстых от имени всей деревни попросила отсыпать дороги щебнем и поставить в селе мусорные контейнеры. Павел Путилин считает, что эти вопросы можно было решить давно. В области уже несколько лет работает программа по благоустройству сёл. Выделяются средства из областного бюджета на условиях софинансирования с муниципалитетами. Главное должна быть инициатива с мест. Благоустройство, мы это вообще-то тему продолжаем наставить на ней, чтобы всё было... Мы обратились к нему, чтобы... Мы сейчас, прямо после моего приёма, сразу пройдём в лицовет, в генеральный, значит, и всем разложим по полочкам, чтобы всё, да, вот эти вот... Вопросы по благоустройству и ремонту дорог звучали на приёме неоднократно. Не могут становлянцы самостоятельно решить и проблему с переселением РАНО из Центра дополнительного образования. Есть вопросы в подвозе детей на школьных автобусах. Также были обращения по поводу закрытия почтовых отделений в маленьких сёлах. Эта тема актуальна сегодня для всей области. Там, где нет почтового пункта, должен быть организован подвоз корреспонденции и пенсии. Большинство же жалоб, прозвучавших на приёме в Становом, по мнению Павла Путилина, можно решить на местном уровне. В Становлянке сегодня практически вопросов, касающихся области, было один или два. Остальные надо решать на местах. Ну, попросим их по интенсивной работе. Тем более, у нас здесь сменилась власть. И частично обновился депутатский корпус, и глава района сегодня новый. Все вопросы избирателей спикер облсовета взял под личный контроль. Многие обращения лягут в основу народной программы, с которой депутаты пойдут на очередные выборы. Ольга Родионова, Андрей Фалькович. Специально для Липецкого времени из Становлянского района. Субтитры создавал DimaTorzok